Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В первом чтении сумма налога будет уменьшена на сумму снижения размера арендной платы для представителей пострадавших отраслей. Пока что это касается платы за апрель и май, но ко второму чтению планируется расширить этот период на все время действия ограничений. Программа Экономика. Из соцвыплат перестанут брать деньги на долги. С июня вступили в силу поправки в российское законодательство, которые увеличивают количество категорий дохода, которые нельзя изъять у должника. Это пенсии по потере кормильца, пособия по причине вреда здоровью и другие. Кроме того, теперь эти деньги будут специально маркироваться в банковской системе для защиты от взысканий. Такие списания были запрещены и раньше, но соцвыплаты отличить от других средств было невозможно. Экономика. На 101 ФМ. Глава УФНС ответил на вопрос о влиянии налоговой на миграцию бизнеса. Дениса Смехова спросили об этом депутаты ОЗС. По словам Смехова, в прошлом году ликвидировали более 4000 юрлиц, 3200 в рамках чистки реестра, 650 закрылись сами, 67 обанкротились. Новых появилось в 2,5 раза меньше. Всех интересует, каким образом налоговые проверки повлияли и вообще администрирование само по себе. То есть сколько из этих юрлиц и индивидуальных предпринимателей гипотетически ушло из региона в соответствии с тем, что были приняты какие-то меры. То, что касается юридических лиц, таких налогоплательщиков четыре. По одному была проведена налоговая проверка, по окончании этой проверки оно перерегистрировалось в другой регион. И по трем налогоплательщикам были проведены мероприятия налогового контроля, выставлены требования, они тоже сменили адрес места регистрации. Депутат Ольга Сыкчина даже поблагодарила Смехова за то, что сокращено количество проверок и за то, что, цитирую, перестали кошмарить бизнес. В завершение валютах доллар опустился ниже 70 рублей, стоит сегодня 69,71, курс евро 77,64. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова